I have ways of blowing things off Здарова ребятушки, с вами Аладушки Я на секундочку загрузился, и мне показалось, что возможно после загрузки звуки из-за двери уйдут Но нет, так, ладно Я как бы специально не записываю серию за серией, а делаю между ними большие перерывы Ну, как бы относительно большие, кстати, вот и сундук, да То есть обычно другие проекты я записываю наперед Здесь я записываю серию Блин И потом жду ваших отзывов, комментариев И да, мне сказали, что типа вот ты там ходишь, а у тебя... Фига себе вот это Вот это лутецкий Сказали, в той комнате, где ты закончил, у тебя там очень вкусный лут Обязательно обыщи, наверное... Вау, ну это снимает мои сапоги, да? А, и зачем я это закрыл? То есть покрытие 4, все остальное так себе Покрытие 3,5, ну посмотрите, какая защита Поэтому да, я их оставляю, конечно Мне сказали, что в этой комнате есть сундучок с двумя рандомными офигительными вещами Кольчуга... А, кольчужные поножи Оооо... Тут у нас, короче, сет защиты для ног, да? Если нам захотят отбить ляшки, у них это не получится Согласен, спасибо, да Я этот сундук не заметил и по чесноку, наверное, мог бы и вовсе не заметить, потому что он очень приныканный, прям на очередной раз напоминаю себе о том, что надо быть внимательнее. Блин, мы теперь ходим босиком по подземелью, я не очень рад этому. Второе, мне написали, о, блин, там прям такие звуки, написали такой коммент и тут я немножечко пожалел, что ютуб не может передавать интонацию комментов, потому что там было сказано, хочешь челленджа? Тут недалеко есть, ну, можно его получить. И я не понял, как это было сказано. Чё, хочешь челленджа? Ну так на, получи. Или просто, слушай, хочешь челленджа? На, вот пойди. Я не уверен, что я хочу челленджа, я не уверен, что хочу ввязываться во что-то, потому что второй этаж для меня в новинку до сих пор, блин, там прям резня какая-то идет. Я сейчас на какого-то сокрушителя наткнусь. Тут какой-то агро. Он там прям людей мутузит. Если штука меня сейчас убьет, это будет самое эпичное начало серии за все время. Я его там не вижу вообще. В том-то и проблема. Я хочу, чтобы, может быть, он ко мне побежал. Кого он тут лупил? Можно я пройду, чувак? Что у тебя? Гамбизон? Ну-ка, минуточку. А мой что? Да, блин. А что я... Блин, я не хочу тут лутаться, пока он стоит. Может, грохнуть его нафиг? Тут нож лежит. Но он явно вот этих вот мутузил, да? Вот. Насчет того, что они агрятся, когда на них бежишь с мечом, я об этом уже говорил. И да, ребятки, вы правы. Если бы на вас кто-то бежал с огромным мечом, вы бы, наверное, тоже были бы не очень рады этому факту. Валим! Валим! Иди сюда! Иди сюда! Фух. Я ее дверью разозлил, да? Лом. Ты просто с ломом ходила, да? Так, а у тебя? У тебя... Кто? Туника? Пока показалось тушика. Так, и... О, кожаные перчи. А у меня, кстати, перчи есть? Да, у меня перчи есть тоже. Кожаные наручи. Покрытие два с половиной, режущие полтора. Не, ну эти похуже, понятно. Да, также мне сказали, что... Тут слоев одежды может быть не два, и, возможно, даже не три. Поэтому пытаться надеть на себя все, что только можно, а там посмотрим. Я с этим согласен. Тканые брюки. Вы посмотрите на эту защиту. С подкладкой. Я так понимаю, они заменят вот эти, да? Ну-ка. Блин. Кстати, неудобства меньше. Колющие защита больше. От дробящих защита больше. От режущих защита чуть поменьше. Покрытие... Знаете, они лучше, чем кольчужные? А это как вообще? Ну, мне кажется, что они... Стой, я что, я их не могу одеть? Почему? Э! Так, ладно, секунду. Если я сниму вот эти... А-а-а! Потому что тканные брюки. Я понял. Вот-вот-вот. То, о чем мне и говорили. Что одно одевается на другое. Есть тканные брюки. Есть тканные брюки. И они одинаковые. Я и так их уже ношу. Просто кольчужные одеваются поверх... Блин, выкинь, пожалуйста. Спасибо. Кольчужные одеваются поверх тканных. Поэтому... Собственно, и так выходит. Хорошо. Перчатки-то поверх перчаток не одеваются. Стойте, или это поручи? Это перчатки. Но они же заменят друг друга, да? Я немножко запутался. Давайте посмотрим. Во-первых, куда делись мои кольчужные... Так, тут у нас эти штанцы. Тут у нас... Да, вот у нас кольчужные штаны. Все, круто. Нормально, оделись. Теперь, если я сниму поручи, наручи, на секундочку... У меня тут будут кожаные перчатки. Да, вот. Одно на другое. У них режущая половина. Покрытие 4, колючая половина, режущая половина. Покрытие 4. Ага, вот эти лучше. Но они дают уже неудобства. И эти. И эти тоже лучше. То есть, получается, у меня сейчас надеты самые плохие перчатки. Значит, значит, значит. Все, я более-менее чуть-чуть хоть как-то разобрался, как это все работает. И, наконец-то, я тоже понял... Так, перчи мы одеваем. Наручи мы одеваем. Все, крутяк. Теперь, сапоги. Ага, а сапоги снимают по ныже. Вот это вот, кстати, немножечко печалька. Я бы хотел и то, и другое. Ладно. Насчет сапогов. Давайте посмотрим, какие лучше. Тут 1,5, 1,5. Половинка, полтора, половинка, полтора. Кожаные, кожаные. Угу. Ну, по идее, вот эти лучше. Поэтому вот эти вот мы оставим. Также я только что до меня доперл, что верхняя часть это то, что одета на трупе. А вторая часть это то, что можно с него собрать или в него положить. Окей. Теперь. Жилет. Который лучше для мужчины нет. Да, он у нас идет вместо брони. Броня у нас получше. Поэтому броньку ксеновскую мы одеваем обратно. Фух. Все. Красота. До меня стали доходить некоторые вещи. К чему я несказанно рад. У меня также есть ключ. О, я про ключ не забыл. Хорошо. Что здесь? Есть гамбизон. Блин, мы прям лутаемся, лутаемся. Секунду. Я сейчас сниму себя. Это у нас кольчужный жилет. Который от режущего хорошо помогает. Но гамбизон хорош. Во всем остальном. Что он нам за... А, у нас есть... А, у нас есть вот этот гамбизон. И этот лучше. Я понял. Есть гамбизон, жилет и броня. Поэтому мы сейчас одеваем вот эту. Да. Все, все, все. Теперь все сошлось. Вот этот мы оставляем. Броньку мы накидываем сверху. А ты кто у нас такой? Ты у нас просто жилет. Все. Приоделись. Приоделись щиток. Убили агро. Я надеюсь, что это был он. Все красиво, все хорошо. Теперь. Что у нас? А, тут у нас, да, уборные. Так уж, если сказать по-вежливому совсем. Также, ребятушки, у меня были мысли. Чуть-чуть щитырить. И... А, и тут тоже убор... Серьезно, я убил чувака из-за сортира. Блин. Ну, так себе ощущение. Видимо, они тут вот друг друга месили. Вот этот ножик. Топорик. И победил красный. Поэтому я думал сначала, что тут кто-то один избивает всех. А тут оказалось, что просто двое зэмби дрались. Не знаю почему. Ладно. Давайте посмотрим. Сейчас с вот этим вот оружием и с... Вот этой броней я себя чувствую поуютнее. Почему я себя чувствую неуютно? Потому что... О, тут записочка есть. Потому что я не знаю карты. Я говорю, у меня была мысль немножечко щитырить и скачать карты просто из интернета. Чтобы у меня тут на телефоне рядом была карта. Но я пока этого не сделал. Если мне стоит так сделать. Или если я совсем запутаюсь. Возможно, да. Свиток. Я сижу в таверне. Чего давно не делал. Увы, она совершенно пуста. И все напитки давно испортились. Эти люди не могли быть настолько отличными от нас. И все же есть некоторые очень странные вещи. Лампы и огни, которые никогда не перестают светить. Я не понимаю источник их силы. По этим стенам эхом отдаются голоса давно умерших. Но ниже я ощущаю что-то еще. Чье-то далекое присутствие. Оно слабо, но оно везде и очень странное. Может ли оно быть мифическим хранителем или даже заклинателем Тавина? Записочку я подберу. Мне также, говорил об этом, не говорил, указали в комментах. Спасибо вам большое за это. То, что за прощение записок дают экспу. Надо будет вообще задуматься о тех вещах, за что здесь дают экспу. И как это все формируется. Потому что три уровня у нас уже есть, по сути. Так. Теперь. Вот. Я вам не скажу, где я был и где я не был. Потому что здесь помещения, ну, такие более жилые, что ли. Хотя это странно. Ну, таверны, бары и все дела. Табыречку надо убрать. У нас в самом начале была развилка из двух дверей. И у меня есть ключ, возможно, от той второй двери. Но. Если вы у меня сейчас спросите, как туда дойти. Я буду абсолютно не в состоянии ответить. Давайте походим, поблуждаем. Давайте сделаем таким образом. Эта серия у нас будет исследовательская. Если мне удастся. Если мне удастся. Ориентироваться здесь. Я найду выход. И все. Кто-то уберет эту чертову табуретку. Если мне удастся ориентироваться. То все круто. И мы продолжим. Если я окончательно заблужусь. Я думаю, что таким образом серия перестанет быть интересной. Если я буду просто ныкаться из угла в угол. И просто ждать от вас комментов. Вон, сходи туда, сходи сюда. Нет, ребятки. Это так не работает, наверное. О, тут сцена есть. То я все-таки скачаю карты. Ну, по крайней мере, второго этажа. Там видно будет. И мы уже будем смотреть, что-то как. Ты кто? Музыкальный инструмент. Я думал, что это ружье. Ну, да. Это как-то лютня. Кстати, я только сейчас заметил. У меня мигает плюсик. Значит, я еще один уровень себе поднял. То есть, я перед серией поставил себе второе вот это вот маневрирование в броне. Но, оказывается, у меня здесь есть еще одно. Там буквально чуть-чуть не хватало. И вот мы его набили. Активно так, так, так. Как я говорил, что... Вау! Аккуратней. Концентрацию и проницательность я качать не буду, потому что на этом персонаже... Опять же, извините, если я туплю. Но на этом персонаже нет магии. Магии есть на обычном. А здесь нам стоит вкачиваться именно в оружие и все то, что мы делаем. Так же, у меня почему-то возник такой вопрос. Есть ли здесь какое-то стрелковое оружие? Там арбалеты или что такое? Ложные замахи, быстрая атака, отказ от атаки. Быстрое продолжение атаки после парирования. Я не знаю. Я еще, по-моему, ни разу не парировал. В общем, давайте пока что я докачаю третье передвижение в броне. А потом мы с вами глянем. То есть, может быть, что-нибудь интересненькое качнем. У нас... Ну, по крайней мере, вот этот навык, который вы подсказали. Второй удар. Он очень сильно помогает. Прикольная штука. Вот. В общем-то, пока что с бомжиками я разбираюсь довольно неплохо. Если у них нет длинного оружия. Тут у нас территория со сценой. Понятно. Пойдемте сюда. Блин, что-то я сегодня много триндю и мало делаю. Что вам так не кажется? Хорошо. Здесь, 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 здесь. Что было здесь? А, здесь была таком-то, где мы начали. Хорошо. Быстренько вывод. Можем ли мы здесь куда-то пройти? Да. Это. Бегай, пожалуйста. Там стена. Тут выход к сцене. Там прохода никакого нету. Здесь прохода никакого нету. Здесь. Да, блин. Коленкой в табуретку. И упал. Молодец. Просто браво. Тут дверей нету. Хорошо. Здесь тоже вроде как бара такого. Камбуз. И так. Продолжаем наши дальнейшие исследования. Здесь. Вот мы пошли. Вот там вот мы убивали зомбака. В эту сторону ничего нету. В эту сторону два туалета. Все? Все. Окей. Значит, это закрытая лока. И нам путь теперь только назад. Ай, блин. Здесь ориентироваться просто трудно. Просто трудно. Вот здесь, может быть, стоит посмотреть повнимательнее некоторые вещи. Ну-ка, ты кто такой вообще? Ай, ёппересетэ. Уйди. Вот это что такое? А, это вилка. Так, знаете, целого кабанчика. Если кушать, вот это нормальная вилка. Так, берешь. Хопа. Ты кто? Ты просто кружка, да? Чашка. Кружка, чашка. Тоже чашка. Все нормально. Тут наливали и выпивали. Ладно. Тогда валим обратно. Так, исходная комната. Откуда мы сегодня начали? Сундук я обыскал. Реально было две вещи. Спасибо за подсказку. Теперь насчет челленджа. Я что-то не уверен, что хочу челлендж. И давайте просто пойдет, как пойдет. Я не уверен, что это... Может, и хочу челлендж. Не знаю. Посмотрим. Давайте просто как-то пока отсюда выбираться. Если я в той столовке... Давайте так. Если я в той столовке что-то упустил, то скажите мне... Не факт, что я вернусь за этим, но я, по крайней мере, буду знать. Потому что, ну... Да, вы правы, что я много упускаю. Не потому что... Ну, не потому что я невнимательный. Я стараюсь играть внимательно, но также... Некоторые механики для меня до сих пор остаются неизвестными, загадочными. И я не все могу увидеть. Некоторые вещи буквально очевидны. Но, чтобы вы понимали, вы сейчас, когда это смотрите, вы смотрите на весь экран. Когда я играю, я смотрю в основном в центр экрана. И некоторые вещи на периферии остаются для меня незамеченными. Поэтому... Так. Сейчас я пытаюсь вспомнить, куда мне нужно. Сюда мы пошли. Сюда. И что у нас вообще здесь? Так, тут, чуваки, наверное, уже не стоит носиться, как угорелым. Тут закрытая дверь. Значит, я тут как минимум не был, да? Можно я пройду тихонечко? Спасибо. Пройду, блин, тихонечко, говорю! Успокойся. Вот с чего она сейчас взбесилась-то? Че я ей такого сделал? Так, там свиток? Свиток? Книга? У-у-у. Здравствуйте. Сундук? Опа, это я неплохо зашел, кстати. Угу. Может, ее убить, чтобы она там за дверью не бесилась? Блин, ладно. Кольчуга с капюшоном. Ну, у меня есть шапка, у меня есть шлем, кстати. Не знаю, как насчет капюшона. Покрытие хорошее, защита так себе. Пальто! Конь в пальто. Минуточку, я могу пальто одеть поверх всего, что у меня сейчас есть? Нет. Да? Нет. Стоп. Броня. Пальто. Могу! Идите вы нафиг! Так, блин. Длинное пальто. То есть у меня рубашка, кольчуга, пальто, броня. Официально заявляю, это сэр Лук. Все. Офигеть. Может, и тебя туда можно одеть? Кольчужный капюшон. Ну, раз я весь такой в кольчуге, давайте попробуем одеть. У нас есть шлем. У нас есть шапочка. Кожаный подшлемник. И капюшон кольчужный. Давайте одеваем подшлемник. Давайте одеваем капюшон. Он идет вместе с подшлемником, да, я так понимаю? И сверху шлем. А все налезло. Ты вообще как-то... Ай. Стеганный жилет. Классно, классно, классно. Мне это нравится. Так, ладно, бутылка давно испарилась. Окей, окей. Я просто не устаю поражаться, сколько всего на него налазит. Но при этом сапоги с поножами он одеть не может. Ну, блин, ребят. Ладно. Гнев хранителя. Воу. Земля, по которой мы ходим, наша мать. Она обеспечивает нас всем, что может понадобиться. Наши предки и... А, в безумной страсти к власти... Какие стихи? Всегда старались, стремились к большему. Они начали копать нашу землю. В поисках еще ее жизненной силы. Углубляясь, они обнаружили подземный мир и его ужасного хранителя. Он послал страшных демонов, чтобы выгнать и выследить вторгшихся. Прежде чем все погибли, наши древние предки запечатали вход в подземный мир и поклялись никогда не возвращаться. Таким образом, нам разрешено жить на этой земле, но под бдительным оком хранителя. Ага. Значит. Ну, судя из того, что мы прочитали. И судя из того, что мы идем вниз. Да, ребят, спасибо. Вы мне написали, что вход был наверх и он был завален. Почему? Потому вниз. Вопрос был не почему вниз, а вопрос был к тому, что я этого нифига не ожидал. Я думал, мы просто хотим выбраться. А мы тут взяли на себя какую-то миссию спасителей человечества. Уж не знаю, какова мотивация нашего персонажа, который христианин, по сути. Так вот. Раз мы идем вниз, и в записке говорилось, ну, которую мы нашли в баре, записка говорила о том, что чувак сидит в баре, там никого нет, но он чувствует под землей, ну, внизу, на нижних этажах какую-то силу. То-то-сё-то. Сейчас мы опять говорим про то, что вниз-вниз-вниз, внизу. Возможно, этот некромант, он решил пойти за этой силой в отчаянии. Ну, ладно, смотрите. Хранитель подземного мира. Эта книга описывает различные мифы о Хранителе, но делает это несколько традиционно, рисуя его в более позитивном свете, нежели обычном. Вполне возможно, она связана с каким-то культом поклонников Хранителя. Сатанисты, что ли? Миночку, Хранитель здесь подразумевается Ацки-Сатана или чё? Хранитель подземного мира, известный также как Хранитель Мёртвых, является самой выдающейся фигурой нашей мифологии. В большинстве наших мифов он играет особую роль в зависимости от точки зрения роли Хранителя разнится. Существует как страх перед тем, что он представляет его темным и опасным царством, так и чувство уважения и вера в то, что он следит за нашими близкими после их ухода. Мы предаем наших умерших под опеку Хранителя и верим, что он даст нам жизнь за пределами нашего существования. За пугающими званиями и злобными проклятиями кроется Хранитель, также дающий жизнь. Извините, народ, голос ещё не до конца восстановился, но уж как есть. Так вот, говорят, что он возвращает жизнь тем, кто служит ему, что некоторые из его подданных обязаны ему воскрешением. Возможно, наиболее примечательный миф о том, как в трудное время Хранитель поднимает армию из своих служителей, дабы защитить нас. Что же он охраняет? Неужели он просто присматривает за нашими мертвецами и своим жутким миром? Или, может быть, на самом деле наш защитник? Ну вот, да, тут есть и отрицательные и положительные стороны, описывающие этого самого Хранителя. Давайте это тоже поднимаем. Вижу ключ и вижу записку. Ключ уже второй. Помните, я вам как-то говорил, что вот дадут мне ключи, скажут... Стоп, а это не второй ключ! Это... Этот ключ у меня от первого этажа, просто он у меня до сих пор с собой. Этот ключ, который нам нужен, поэтому мы его положим сюда. Они даже в разные стороны смотрят. Главное, потом не забыть об этом. Пожалуйста. Так, хорошо. Я избегал... Сношений со своими подданными. Серьезно? Ладно. Поскольку это могло стать серьезным препятствием для работы. Я не предполагал, что простое человеческое общение столь важно. Папин мог украсть мое наследие, но теперь я дорожу его компанией и дружбой больше всего на свете. Тем не менее, я глубоко сожалею о потерянном на передачу знаний и учения времени. Преуспей я и бедный Папин все равно никогда бы не воспользовался выгодами от своего ученичества. Однако он принял это и всегда был нетерпелив. И благода... Слишком поздно я не должен больше тратить на подобное свое время. Ага... То есть тут был кто-то, кто кого-то учил, потом об этом пожалел. Как это выглядит? Это все выглядит как... Не знаю, как лаборатория. Там куча склянок. Вон еще свиток вижу. А вот это что? Ладно, давайте почитаем. Я обнаружил чудесное вещество. Оно производит слабый свет и резкий запах. Когда я нанес его на недавнюю рану на руке, порезы быстро зажили. Это было поразительно. Я экспериментировал с ним, но оно оказалось неэффективно в отношении болезни. Если бы только я мог найти побольше. Оно было хорошо скрыто. Очевидно, оно очень ценное. Я подумал, что возможно лампы содержали это же вещество, но не смог вскрыть ни одной. Когда же наконец извлек одну из стены, она постепенно потеряла свой свет. Лампы в стене. Мы думали, что это магия, но теперь, когда он это говорит, возможно ли, что это какая-то форма электричества? Ну, вряд ли, конечно, но все же. Вот что это такое? Почему я не могу на это посмотреть? Блин, у нас сегодня прям информация рекой льется. Окей, я вас понял. Я вообще случайно сюда попал, но это интересно. Ну-ка. Здесь кроме бутылочек вроде ничего нету, да? А ты кто такой? Ты банка. Жалко, наверное, что нельзя разбивать эти банки. Ну, то есть, я понимаю, что по описанию можно понять, есть в ней что-то или нет, но я бы, наверное, хотел такую возможность. Сундучок. Что тут еще? Ваза какая-то. Ну, так и написано, ваза. Так. Ну, сейчас сундук гляну, я хочу просто осмотреться еще, на всякий случай. Ладно, сундучела. А, вот это выглядит интересным. Кесет. То есть, бутылка, бутылка, бутылка и кесет. А вот кесет я бы, на самом деле, забрал бы. Не знаю, зачем. Я не вижу ему какого-то явного применения, но пусть будет, как говорится, от мусора мы потом всегда избавимся. Хорошо. То, что я изначально принял за ключ, который у нас есть, это был ключ от первого этажа, и я про него тупо забыл. Извините, ребятки, я был невнимателен. Теперь. Что касается второго ключа, который мы нашли. Вот второй ключ, мне кажется, очень интересный, добычей. Так. Кожаные сапоги. Давайте сравнивать. У нас есть вот эти. Вот эти лучше. А теперь вот это. Тканная рубашка. Вот эти сапоги выглядят. Высокие кожаные сапоги. Высокие, ну так и написано. Половин неудобства добавляют. Покрытие хорошее. Режущий, колющий. Они не оденутся? Фига себе высокие! Не, ребят, спасибо. Я по ноже пока одену. Не. Я свои сапожки обратно заберу. Я не знаю, зачем я таскаю с собой сапоги. Наверное, просто из чувства неуюта. То, что я бегаю босиком. И возможно... У меня, кстати, промелькнула такая идея, что, возможно, здесь будет какое-то такое местечко, к которому мне придется ходить. Оно будет то ли кислотой ноги разъедать, то ли еще что-то. Я же не знаю, что ждать от этой игры. И мне понадобятся сапоги, которые... Сапоги. Ты еще хочешь меня убить, нет? Оно куда-то ушло. Смотрите, это неплохой способ избежать драки, если вдруг хотите ее избежать. Ну, по крайней мере, у меня такое бывает. Я бы, наверное, не со всеми хотел драться. Так, вот эта дверь открыта. Ну, в смысле, теперь уже открыта, но она закрыта. Вот тот ключ, который мы нашли, тогда выходит, скорее всего, он от того первого главного зала, от второй двери. Я предполагаю, возможно, и нет. Мы вроде как с вами видели... Твою за ногу. Видели еще парочку закрытых дверей. Так, тут открытые двери. Значит ли это, что я тут был? Пожалуй, да. Ну-ка, сундук. Хо-хо, был. Сейчас. Кераса нафиг. Просто за... Офигеть. Стальной нагрудник. Я так понимаю, это поменяет мне ксеновскую броню. Да, посмотрите, какая защита от режущего. Покрытие чуть-чуть поменьше. Не, только не надо мне говорить, что это наверх оденется, поверх брони. Да, фух. Я бы сейчас подофигел, если бы еще броня поверх брони бы оделась бы. Оно бы, вот такой бы, как броненозец, бегал бы здесь. Кожаный жилет. А это у нас жилет... А, то есть кожаный жилет, то есть броня ксены, это у нас даже была... А ты у нас такой кожаный жилет? Ты обычный жилет. Обычный жилет я, наверное, тогда вообще выложу. Насчет кожаного жилета... Ну, они взаимозаменяемы, да? Да. Хорошо. У кожаного жилета покрытие чуть поменьше, наполовинку. Но импульса больше, режущий прям дофига больше, дробящего дофига, всего дофига больше. Неудобства тоже дофига больше. Хорошо. Давайте таким образом. Я обычный жилет выложу, а этот ксеновский жилет заберу с собой. Не знаю, зачем, не спрашивайте. То есть даже если я здесь был, я мог спокойно это упустить. Шкатулка. Э, это разве не то место, где я сказал шкатулка, а почему в ней ничего нет? Ну вот да, насчет невнимательности я тут согласен. В столе может быть что-то. Не забываем лутать мебель. Ёлки-палки. Вот это я, конечно... Если я здесь был, ну поскольку дверь открыта, я так полагаю, что я здесь был. Я здесь не заметил кирасу. Сундук с кирасой. Блин, это печаль. Так, минуточку. Я настолько подофигел от происходящего, что немного запутался. А тут что? и почему здесь закрыто? Стол. В столе кубик. Кость, извините, кость. Бутылка. И уголь. Кусочек угля. Так, ребят. В какой игре это было, не подскажете. Я что-то припоминаю, что у тебя есть карта, но чтобы помечать что-нибудь на карте, тебе нужен уголек. Хотя, ну, это было логично, когда у тебя нечем было больше писать. У нас же есть прям целый карандаш, и мы все равно ничего не можем помечать на карте. Туалеты не проработаны игрой. Хотя жаль, тут очень много чего проработано. Мне нравится, как тут все сделано. Туалин, у нас персонаж просто тупой, и он до этого не додумывается, и мы никак не можем ему подсказать об этом. Окей. Уголь я возьму. Я не знаю зачем, но пусть будет. Блин, с какой стороны я пришел? С той или с этой? С этой я пришел. Вот эта вот деревяшка, да? Да, все верно. С этой стороны я пришел. Я просто развернул карту, и моментально запутался. Вот эту дверь я пробежал, ее вообще не заметил. Ой, тут что-то не заметить очень легко. Очень прям легко. Тут мы подобрали... Кирасу, да. Все нормально. Э-э-э, дверь! По носу себе просто дверью хадыш. Так, и вот здесь вот мы зашли... Как же здесь легко заблудиться-то. Так, вон закрытая дверь. Ну-ка, магия ключа. Эта дверь не открывается. Ну-ка, я этим ключом, конечно, тоже попробую. Но мне кажется, что... Нет. Да, такой звук нам дает, когда дверь вообще не поддается. Хорошо. А тут открыто. А ты кто? Ты просто камень? Но оно не кликается. Тут стены подперты. И я в таких... Не в таких ситуациях, а в таких помещениях. Чувствую себя не очень уютно, если стены подпирают. Это, наверное, сделано из-за того, что они не очень крепкие. Не надо. Я тебя не атакую. Иди своей дорогой. Сталкер. Все, все, все. Я тебя не трогаю. Валять сюда. Так. Здесь... Здесь можно просто пройти. Я думал, повернуть дверь, открыть. Нет. Здесь можно просто пройти. Куда я иду? Вообще без понятия! Нет. У меня такое ощущение, что, к самом деле, к следующей серии нужна будет карта, и иначе это просто кирдык. Я путаюсь просто даже в тех коридорах, в которых я был. Опять же, это мой первый поход на этот этаж. Запертая дверь. Круто. Ага! Ага! Да, это та дверь, про которую я думал, ну почему ты пришел сюда не таким образом. Все, я понял. Мы навернули круголя. Окей, это был просто срез. Вот спуск с первого уровня. Вот это изначальный зал с колоннами. Эта дверь была заперта. Мы пошли в эту. Дали круголя через всю карту. И как я и предполагал, что ключ от этой двери. Только я надеялся, что мы придем с этой стороны и нормально ее отопрем. А мы пришли просто тупо с другой стороны. Пойдемте тогда дальше. Вот сюда. У нас там были места, в которых мы не были. Аккуратненько сейчас пройдем. Не надо на меня напад... Вот что я тебе сделал? Что я тебе сделал? Что ты меня бить-то начала? Побежала на меня. Рубаштка. Кожаный жилет. Сшитый специально для женщин. Тоже ксеновский? Еще один, что ли? Ну-ка, это то, что я думаю. Да, это такой же... Как и то, что у нас, только черный. Ну, в смысле, у нас черный. И он точно такую же защиту дает. Окей. Я его не буду трогать. Блин, чертовы зомбаки. Ну, не трогал я тебя, не делал я тебе ничего. Что ты на меня бежишь? Нападаешь-то, блин. Вот же... Так, ладно, здесь мы это открыть не можем. Нам нужно зайти с той стороны. Да, понял. Там у нас были перекрестки, которые мы выбирали, куда идти право-лево. Давайте сходим, посмотрим. Может быть... Я в эту комнату заходил, по-моему, да? Давайте я гляну. Да, 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 да. Это прачечная или что-то такое. Мы здесь были. Ладно. Что-то у меня в голове, значит, осталось. Хорошо. Теперь мы можем пойти сюда, мы можем пойти сюда. Здесь мы заходили, смотрели. Давайте я хочу убедиться. просто, что здесь я ничего не забыл. Это ящик. Это, конечно же, ящик. Но тут мыло, тут всякие шмотки. Тканная накидка. Кожаная накидка. Накидка, что значит, ребят, кстати? Ага. Вот как это работает. Тканная накидка. Да, моя лучше. Все, я понял. Эту мы оставляем. Я понял примерно, что она меняет. Это как вот... Третий слой, что ли? Окей. Да, тут есть еще один ящичек. Давайте заглянем. Вот, вполне возможно, что я здесь не был. Я этого вообще не отрицаю. Тканная рубашка. Ну тут всякая, короче, шматье, да? Да, то есть это обычные вещи, это не броня, ничего. Обычное шматьё. Ау. Это от меня такой металлический звучок был? Потому что я в кольчуге бегаю. Да, прикиньте, вот это всё в кольчуге, в шлеме и босиком. И ты такой бежишь и бах, мизинцем об ведро какое-нибудь. И у тебя сразу жизни такие бум, и ты без сознания. Ну, это то, что случилось бы, наверное, с реальным человеком. Когда ты мизинцем обо что-то бьёшься, я такой, и всё, и тебе хана. Окей. Значит, мы пришли отсюда, снизу, теперь нам бы пройти сюда. А, да-да-да-да-да, у меня же был выбор, идти сюда или по извилистому коридору. Всё, я понял, туда я, там я не был. Теперь мы идём по извилистому коридору, всё, окей. Теперь здесь. Ой, ё-моё. Тут же 100-500 выходов, проходов, да? Тут у нас сортир с вынесенной дверью. А здесь, о, здесь дверь. А что не так с этой дверью? Почему она, понятно почему. Здесь просто ещё одно отхожее место, спасибо. Туда мне, наверное, не надо. Я в прошлый раз куда ходил, сюда или туда? Наверное, сюда. Давайте теперь в другую сторону заглянем. Ох уж эти исследования, расследования. Ну, тут выглядит так, как будто я здесь ещё не был, наверное. Чё это за игра? Это же явная игра. Чтобы мы могли играть в игру, пока играем в игру. Тут есть ещё проходы. Это предельно неочевидно. Так, это казармы? Ай, блин. Вот я не могу точно сказать, вот был я здесь или не был. Там, кстати, вон сундучок наверху. А в нём... О-о-о! Кожаный шлем. Чё, даже получше, чем наш, что ли? Или такой же? Получше, да ещё и как! Покрытие гораздо больше, импульс, режущий, очень классный, дробящий. Блин, да, это вещь. Окей, я не зря зашёл. Этот шлемец я тогда тут оставлю на замену. Вдруг парень придёт, скажет, где мой шлем? А тут вот тебе. Но он же хуже. Ну, не знаю, он просто усохся. Тарелка. Стол. Ну, это стол, такой стол, в котором ничего нету. Тут у нас... Чё это вообще такое? Колбаса? А, это фишки. Я думал, колбаса нарезана. О, сундук! Вот, блин, их упустить вообще нефиг делать. Копьём. Копьём у меня уже есть. Копьём у меня уже есть. Я его, наверное, второй раз брать не буду. А, вот сундук! Блин, я их просто прохожу мимо, офигеть! Так, гамбизон. Такое описание. Оу! Многослойный стёгненный гамбизон. Хорошо. Что он с собой вытеснит? Он вытеснит мой гамбизон. Стоп. А, почему правая кнопка закрывает-то? Так, хорошо. Давай вот тебя сюда. И тебя сюда. Что лучше? Белый гамбизон хуже. Поэтому я оставлю вот этот, который я только что нашёл. Многослойный стёгненный. Многослойный стёгненный. Окей. Окей. Мы неплохо обновляем нашу броню. Прямо дядька такой же серьёзный стал. Блин, тут сундуков. Фиговая гора. Подбитое пальто. Подбитое в воздухе, как лётчик такой. Хорошо, неудобство. Половина, половина, половина. С чем оно у нас будет меняться? И на что? Блин, просто какая-то серия лутаний. Серьёзно. Пальто, импульс. Нет, ну это лучше, кстати. А, режущий. Ага. Тут у нас добавляет половинку колющего, половинку дробящего. Но убирает половинку режущего. И добавляет аж целое неудобство. Что лучше? Я возьму оба. Пока пусть это полежит. Вы мне в комментах скажите. Насчёт неудобства. На что оно мне влияет? Ну я понимаю, что я буду медленнее бегать. Но если вдруг у меня прокачан вот этот вот навык, что мне удобно в броне. Значит ли это, что я могу носить любое... Всё, что я хочу. Рубашка. Да ну её нафиг. Булава. Да вроде как есть. Ну это какие-то военные казармы. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Эти ящички мы облутали. Шесть. Вот ты. Вот в тебе я ещё не копался. О! Кожаные нарукавники. Выглядят очень, даже очень. Это у нас тоже кожаные нарукавники? Да. И они похуже. Эти прям столько же неудобства. Но они... У них и покрытия больше, и защиты гораздо больше. Блин. Это... Это я прикольно так зашёл. Это я оставлю вам. Спасибо, ребят. Ты кто такой? Нитки. А зачем? Хочу ли я нитки себе? Инвентарь начинает потихонечку засираться. Наверное, надо с этим что-то делать. Ай, таскаю ещё с собой этот щит. Я не знаю, зачем мне щит. Ну, как бы ладно. А, вот ещё ящичек. Ты кто? Кожаные наколенники. Наголенники. Ого. А это случайно не... Вы как называетесь? Тоже... А, это латные наголенники. Ну, мои получше. Да, я даже примерять не буду, потому что просто мои получше. Я их раньше нашёл, но они прям топовые. Ну, что я могу сказать? Кроме того, что я хожу босиком, я, в принципе, неплохо так залутан. Уху-ху-ху. Так, хорошо. Ты у нас гамбизон? Да, гамбизон. Гамбизон идёт под пальто, да? То есть... Ну-ка. Сапожки. Сапожки. Кожаные сапоги. Ага. Ага. Значит, импульс режущая. Как минимум, вот эти вот лучше. Поэтому я вот эти вот скину. Вот эти положу себе. Теперь. Они же заменят вот эти, да? Не знаю. Нет, нет. Пока, наверное, нет. У этих наголенников, наколенников, у них очень хорошая защита от колющего и режущего. Прям офигительно. Если мне вдруг кто-то захочет мочить по ногам. Фишка. Стеклянная? С чего бы она стеклянная? Это... Так. А ты у нас режущий... По-моему, у меня лучше. Хорошо. Блин, тут сундуков просто тима и тележечка еще. Неплохо, неплохо. Вот, видите, я зашел сюда, я изначально их просто не увидел. Я пробежал до конца, потом... Опа! А тут сундучки есть. Так вот, и тут тоже сундучки есть. Блин, тут всякая солдатская утварь. Сапоги неплохие. Почему бы нет? Ну, как бы, нет, потому что у меня лучше, но они тут есть. И на том спасибо. Ты кто такой? Наплечники! Серьезно? Я могу их одеть и при этом ничего не снять? Да! Крутяк! Коробка. Че в коробке-то мы не знаем. Кстати, ребят, что делать со шкатулками, коробками? Пишите, пожалуйста. Я не уверен, можно ли их открыть. Так что говорите мне. Кесет. Кесет я уже один подбирал. Я не знаю, нужен ли мне еще один. И что здесь будет играть роль? Табак не будет играть роль... Если что, не курите. Это вредно. Так. Рукавички. Перчаточки. Черпяточки. И накидка. Мне перчатки интересны. Те, которые у меня сейчас... Блин, это я меч посмотрел. Во! Ух ты ж, ё! Эти перчатки прям лучше! У меня режущий и колющий один. Тут прям всего дофигища. Да, опять же, добавляет одно неудобство. Я сейчас понадеваю всего. Я крайне надеюсь, что... А, да! Вы заменяете и то, и другое? А-а-а! Минутка. Вот это я не могу сверху одеть. Да, не могу. Я вас понял. Значит, они дают... Ну, смотрите. Режущего три. Дробящего полтора. Колющего два. Вместе вот эти перчатки и нарукавники дают. Режущего три. И колющего три. А там колющий два. Дробящий полтора. Точно так же... Ну, не знаю, кстати. В комбинации с... Режущий-колющий. Ай, блин. Что ж так сложно выбрать-то? Ну, смотрите, ребят. Тут получается просто одно и то же. Только... В сочетании вот этого. Больше дает защита от колющего. И меньше неудобства. Поэтому, наверное, я пока что вот такое вот комбо потаскаю. А вот эти перчатки пойдут... Да, пусть они бы со мной пойдут. Я не против. Блин, надо избавляться от этого. Каждый раз говорю, надо избавляться от инвентаря. И каждый раз я его забиваю еще больше. Мне кажется, скоро я бегать из-за этого не смогу. Я не знаю, есть тут такой эффект или нет. Например, как в Фоллауте, когда у тебя перегружен инвентарь. Все, спасибо, ты не можешь бегать. Нету быстрого перемещения. До свидания. Ну, а что-то так, нету быстрого перемещения. Фух, блин. Прям обнесли казармы. Вышли таким танкодядькой. Не, я понимаю, что тут как бы... Меня все равно разнесут очень быстро. Но я себя сейчас чувствую немножечко поуверенней. Если бы я не был хоббитом и не ходил бы босиком, все было бы вообще замечательно. Крутяк. Значит, тут у нас было два прохода, которые по сути один. Тут у нас были казармы. Сюда мы прошли. Посмотрели. Тут у нас... Вроде как ничего. Тут кто-то что-то хавал. Но ничего. Так, прохода тут нет, там нет. Все, возвращаемся. Ну, сейчас меня должны гораздо меньше дубасить, наверное. Тут есть проход? Есть. Иди, пожалуйста, блин, застреватель в... Ой, блин. Вот это я неудачно подвернулся-то спиной, и мне по хребту зарядили прям кувалдой вот этой. Так, сапоги, рубашка, кожаные штаны. Да нет, все в принципе нормально. Сейчас здоровки-то отрегенятся, я надеюсь, желтенькая. Да, сама по себе. Тут у нас в ящике стеганые штаны. Да, ну, такое. С нашим лутом не сравнится. Очень неудачно я спиной подставился. Я вообще не думал, что этот чувак со мной драться будет. И получилось неловко немножечко. У-у-у. Кожаный подшлемник. Так, не-не-не, зачем? Я попытался менюшку открыть табом. Не помню, откуда у меня такая привычка. И ты у нас жилет стеганый. Ага. А ты клубок. Есть нитки, есть клубок. Нормально, пошли в кружок шитья и вязания. Давайте смотреть, что лучше. Ну, не знаю, мой-то получше будет, да? Да, я, наверное, свой оставлю. Он мне больше нравится. Хотя, если бы его не было, то вот бы я его здесь нашел. Неплохо. У нас потихонечку накапливается, кстати, ранение. Так себе. Хорошо. Кираса, а! То есть вот это, по-вашему, ну да, это нагрудник, я согласен. Но почему-то... Я думал, что... Нагрудник у нас получается... А-а-а! У нагрудника покрытие всего лишь двоечка. У кирасы покрытие четыре. Импульса поменьше. Защита от режущего на один меньше, от дробящего больше, от колющего больше. И неудобства меньше. Получается, я теряю одну защиту от режущего? Угу. Я это одену. Почему кирасы выглядят таким образом? Нагрудник я возьму с собой. Щит я, наверное, выложу. Хотя нет, он у меня один. Чтобы... Чтобы такое выложить? Давайте я выложу сапоги. Я выложу перчатки. Я выложу тогда вот эту вот ксеновскую броню, потому что она мне не нужна. Буду с собой таскать кирасу и буду с собой таскать вот этот нагрудник. Пальто я, наверное, тоже уберу. Хоть что-то надо выкинуть, потому что, ну, иначе прям печаль. Я себя неуютно чувствую, когда у меня столько шматья с собой, которым я не пользуюсь. Некоторые вещи я беру на всякий случай, потому что я просто не знаю, когда и как и где мне это пригодится. Но все-таки... Э, а вот это я смотрел? Да, смотрел точно. Ой, чувак, я не хотел тебя убивать, но ш... У-у-у, и тебя тоже не хочу убивать. О, вот это я видел? А тут ничего и нету, да? Фигурка. Фигурка. А, я понял, как-то теперь все работает, хорошо. Сундучок. Ты кто такой вообще? Вот это перчатки! Стальные? Это вообще как? Я так понимаю, что они мне заменят вот это. А, и вот это. Да? Что они мне дадут? Ну, покрытие дофигели арт просто. Режущий. Максимально, на мой взгляд. Дробящий, колющий. Да, я их одеваю, пофиг. Я сейчас соберу себе тут танка рыцаря, по возможности. У меня он есть поножи. Сейчас я вот эти перчатки тоже одену. Да, я как и думал, они меняют и то, и другое. Давайте я вот это вот выкину, вот это вот выкину. Хотя, не знаю. Давайте на рукавнике я, возможно, оставлю. Зачем? Вот вообще, не спрашивайте, зачем. Ну, а теперь наши руки будут теплее безопасности. Офигеть. Да, тогда вот это тоже ящичек. А здесь есть вот такая штука. Кожаный наплечник. Да встань ты, блин, дурачок. Наплечники. А, они одинаковые. Это точно такие же. Хорошо, вторые я просто брать не буду. Блин, тут сундуков больше, чем я видел, наверное, за всю игру. Ой, налутались прямо от души. По-моему, уже через уши лезет, как мы налутались. Ну, давайте. К чему нас готовят? Такой чепчик, блин. Подшлемник. Стеганный. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте этот чипунечку глянем. Ну, знаете, с импульсом лучше. Отрежущего лучше. Дробящий такой же. Отколющего лучше. Неудобство такое же. Давайте я его одену. Пофиг, он лучше. Спасибо. Пусть он будет фиолетовый, пусть надо мной будут ржать, короче, там, не знаю, катаны, но я это одену. У! У! Королевство вдали. Тут книга в сундуке, прикольно. В жесткой битве рыцарь Бута попадает в ловушку в тылу врага. Жестоко, если чем. Он сражается доблестно, но ранен и захвачен в плен. Его похитители требуют стратегической информации, но допрашивающий добр к нему пытается перевербовать. Бута, Бута, не Бута, Бута, Бута его имя. Все, хорошо, надо успокоиться. Бута предан своему королю и не говорит им ничего. Однако со временем между ним и допрашивающим, и проводящим допросы устанавливается дружба. Однажды допрашивающий раскрывает себя и оказывается самим королем враждебного Бута государства. Король говорит ему, что благодаря общению с ним он многому научился, что получит благодаря этому преимущество в войне. Он предлагает Буту свободу, разрешает вернуться к своему королю и говорит, что когда-нибудь они снова встретятся в битве. Когда Бута покидает свою тюрьму, то видит людей, с которыми дрался в новом свете. Он разочарован, так как знает, что может стать предателем собственного народа на родине и потому просит остаться и вести простую жизнь. Король соглашается, зная, что тот будет любить и оберегать свой новый дом и людей, получив грозного воина, который встанет на защиту его. Вот это история, неплохо. Тут такой набор прям для прочтения историй. Кесет, табачок. Вечер офигительных историй начинается. Сундуки не заканчиваются, блин. Я не могу просто взять и оставить все это. Вы что? На рукавники. Они же заменят мне перчатки, да? Я так понимаю. Да, 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 да. Не, перчатки, вы что? Эти топовые перчатки остаются здесь. Раз уж я качал себе... Блин, вот опять шкатулочка. Ну, как их открыть, ребята? Объясните мне, если это возможно. Стеганые штаны. Лабутенов нету, а то в офигительных штанах. Тканевые штаны, блин. Ну, нет, ну, большинство сундучков, конечно, трэш, но то, что мы сегодня понаходили, это вообще просто бесценно. Офигенчик. Ну, хорошо. Вывод, который мы делаем. Здесь явно были какие-то казармы, учитывая то, сколько здесь брони и военных... Блин, давай, да, падай, разбей себе нос теперь, ага. Еще раз падай, давай. Вот, тут были казармы и... Ну, естественно, тут теперь все тоже опустело. Значит... Значит, мы узнали так же, что... Вот, я же тебя не смотрел. Он так приныкался. Вот это сапоги. Покрытие дофига, а это высокие кожаные. Ясно. Ясно, понятно. Вот, и это же я тоже заглядывал. Да, да, тут на плечнике, точно. Ай, со всем этим лутом вообще забываешь, куда ты шел, куда ты идешь. Зачем тебе что-то надо вообще в этом мире? Так. У нас... Я запутался, блин, окончательно. Просто... А, вот извилистый коридор. Окей. Здесь туалет типа сортир. Туда мы сходили. Это были казармы. Это была та территория, которую мы не исследовали. Теперь мы идем вот сюда. Сюда мы пошли, как только мы перешли на второй этаж, да? Нет, стоп. Или мы пошли сюда? Мы пошли сюда. А тут что? Ну, дверь открыта, значит, я там был. А, да. Тоже туалет. Все, нормально. Пойдемте. У нас там была еще парочка развилок, в которые нам нужно бы, наверное, сходить. А, да, вот он, зал ожидания, как я его тогда назвал. И тут у нас тоже есть какое-то помещение. Давайте мы сюда зай... А, и да, блин. Не нападай на меня, пожалуйста. Давай мы с тобой миром разойдемся. Тут доска. И это, видимо, был класс. О, а тут дверь, кстати, открыта. А кто ее открыл? Я. Тут сундучок. Фига себе тут вещей. Укрепленный сундук. Кольчуга. Просто тупо кольчуга. Вместо чего мы ее одеваем. Нет, зачем? Надо не зак... Там есть еще очки. Стой, а очки я могу одеть? Вместо шлема? Могу. Это, блин. Очкарик фигов. Так, хорошо. Не, если что, я сам очкарик фигов. Так что все нормально. Я могу говорить такие вещи. Мне разрешено. Кольчужный жилет, кольчуга. Кольчуга, естественно, получше. Поэтому ее мы и оставим. Кольчужный жилетец у нас остается здесь. Не надо на меня нападать. Не надо тут ходить. Ребята, я... Я прям это... Я танк. Я вооружен и опасен. Так, класс. И это... Естественно, что ты хочешь меня убить. Быстро отлетел, но успел меня ударить. Зачем ты на меня напал? Вот что я тебе сделал, блин? Так, у него тут сапожки, куртка. Куртка! Неплохо. Ну, куртку по верхке раз я же не одену. Блин, ну это же было бы уже вообще бред, так? Или не так? Давайте тогда, знаете что? У нас тут просто хронометраж как бы подходит к концу. Хотя я понимаю, что мы... Блин, тут дверь закрытая. А, ну это вот зал ожидания. Давайте тогда вот тут вот в зале ожидания мы с вами и закончим эту серию. Или в классе. Давайте в классе. Может, чему-то научимся. Ау. Ау. Молодец. Хорошо, хоть от падения мы урон не получаем. Из-за собственной глупости встань, пожалуйста. А, я понял, кстати, наверное, на что влияет неудобство. Теперь я медленнее встаю, но это было бы логично. Окей. Давайте тогда вот таким вот образом. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Серия получилась больше такая лутательная, информативная. Чего-то нового мы прям не... Нет, ну мы открыли, короче, тупичок. Накинули круголя, далее открыли дверь. Новые территории все равно посетили. Но мне кажется, что в сундуках и в книгах мы проторчали в этот раз чуть дольше. Но зато неплохо подлутались. Человек стал похож на человека, наконец-то. Вот. Так что я думаю, что к следующему разу все будет гораздо лучше. Спасибо, что были с нами, ребятушки. Увидимся в следующих сериях. Я все-таки думаю насчет карты. Стоит ли мне ее скачать или не стоит. Говорите, пишите в комментах, будет ли это считаться читерством. Вообще, дайте мне знать, что вы думаете, ваше мнение. Я все равно здесь пока на втором этаже никуда не ушел. Огромное спасибо за все подсказки, за все комменты. Все читаю, все стараюсь внимательно исследовать. Все, ребят. Всем до встречи. Всем добра, добра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал.